Так, друзья, мы выехали. У меня, короче, задний тормоз плохо работает, еду на передний. Сейчас едем в район Тосмур, в ПТТ-офис, ну, на почту. В общем, есть такая одна информация, чтобы разблокировать телефон, надо получить, как оно там называется, я опять забыла, как, паспорт Девлет. Ну, это не, ну, есть уж такая система, как госуслуги. Ну, в России они знают, что это такое. Чтобы зарегистрироваться, надо на почте получить Девлет, паспорт Девлет. В общем, я сама не знаю, что это такое. Сейчас мы это все дело поедем, получим, зарегистрируемся на местных турецких госуслугах. Дальше мы зарегистрируемся, ну, для этого нужна ВМЖ, конечно. Переставляем ВМЖ, зарегистрируемся и попробуем зарегистрировать наш телефон на 60 дней через этот официальный сайт. ИМА, да, телефон называется? ИМА. ИМА телефона, да. И посмотрим, разблокируют ли нам на 3 месяца. Каждые 3 месяца, я так понимаю, надо регистрироваться. Да. Каждые 2 месяца, да. Должны разблокировать. Сейчас поедем в ПТТ-офис и выйду на связь, покажу, скажу, что там. Едем в Тосмур. Так как в Тосмуре там англоязычные сотрудники, в принципе, можно будет объяснить, что нам надо. Потому что здесь у нас в Кестеле, кроме турецкого, ну, они не знают никакого другого языка. Очень сложно. Тут мы уже в прошлый раз ездили. Думаю, снимать, не снимать вам то же самое. Проездки наши байки на фетбайке. Сейчас доезжаем до Тосмара, переходим в дорогу и выйду на связь. Друзья, едем пока. Покажу вам, как будут выглядеть все-все кафе на пляжах. Все они будут единого вида, одного образца. Вот видите, уже строят. Уже почти построили. Сейчас покажу вам, подъеду. Вот такие были деревянные кафе, солидные, нормальные, мне нравятся. Тут было, конечно, каждые разного вида. Сейчас все будут одинаковые. Что-то. К сезону почти готовы. Так, друзья, мы доехали до оба. Сейчас сворачиваем. Этот район мы тоже хорошо знаем. Мы здесь жили, когда сюда приехали, снимали здесь, арендовали квартиру. По-моему, два месяца мы здесь жили. Мне очень нравится этот район. Тихий, спокойный, старый район. Все рядом. Сереж, главное... А, я ошиблась, да? Наверное, это все-таки не та улица, где офис. Да, сейчас мы поворачиваем налево. Мне немножко ошиблась. Я знаю, где находятся с той улочки, к которой мы выходили. А с набережной просчиталась на один квартал. Не важно, мы же не пешком доедем. Летом здесь, конечно. Столько народу. Все. Выставлено столиками, кофейнями. Все. Здесь... О, сейчас я буду прыгать. Какая минутка, ребят. Вот так, все. Сыхала с бордюра. Сейчас тихо еще. Честно, думала, уже в середине марта будет людей побольше. Ну, в силу сложившихся и от нас зависящих обстоятельств. Людей нет. Так, сейчас... Короче, мы были в офисе. Взяли этот паспорт и довлет. Стоит 2 лиры. Попытаемся зарегистрироваться на государственных услугах Турции. И попытаемся зарегистрировать свой телефон за 2 лиры. Не за 2 700, а за 2. Пока не утверждаю, что это возможно. Но мы будем держать вас в курсе. Какой сайт. Как зарегистрироваться. Мы получили всего-навсего СМС на телефон с этим кодом. Будем сегодня пытаться. К сожалению, только я себе смогла сделать. Так как Лизавета в школе. Там только личное присутствие надо в почте. Телефон-то заблочен у Лизы. Поэтому попробую себя зарегистрировать. Он в мотополиции едет. Такие ребята. В форме нормальные. Вот видите. С мигалками все дела. Ездят, смотрят. Так, сейчас хотим поехать в магазин. Все для рыбалки. Сережа говорит, там дорого. Лучше брать через интернет, заказывать. Удочки, спиннинги. Сейчас будем сравнивать. В центре, недалеко от площади Кейкубата находится. Тут магазинчик. Пойдем посмотрим. Так, едем по набережной. Пасмурно, прохладно. Дождя нет и на том спасибо. Уже давно не ездили, да, Сережа? Мы в центр на великах. Очень давно. Все это как-то на Махмутлар, на Махмутлар. В центр. Здесь на праздниках вообще столько народу, что проехать просто невозможно. Все забито. Вот вся эта набережная людьми забита. Сейчас проезжаем мимо Буков, Аланья. И вот этот лимончик крутится. И фонтаны тут красивые подсвечиваются ночью. Вообще, очень хотелось бы сделать вечернюю прогулку. Показать вам вечерние огни. Вот он. А? Ага. Курску положил, видите. Так что? Пакистан. Пакистан какой-то. Пакистан. Здесь очень много национальностей живет на самом деле. Все мирно, дружно уживаются. Мирный город. Здесь, ну, я вот читала. Больше 43 национальностей. Даже если у тебя здесь есть недвижимость, и живешь ты здесь, и документы у тебя есть, вид на жительство есть, все есть, все равно ты ебанжи. Здесь ты не можешь работать просто так, ты не можешь здесь подрабатывать. Чтобы оформить рабочую визу, тебе нужно 200 долларов в год заплатить за эту визу. И то, ты не сможешь работать сам на себя, ты будешь сработать только на турков, только в турецкой фирме, только на дядю будешь работать. Чтобы здесь зарегистрировать свое ИП, это уйма денег, времени и сил займет. Денег не уйма. Ну, я спрашивала, я в миграционной службе спрашивала, сколько стоит самому легализоваться. Ну, она сказала, не тратьте на это свои нервы и деньги. Турция для турецких граждан. Это и хорошо защищают своих граждан. Если ты организовываешь здесь свое ИП, ты должен оформить на работу 3-5 турецких граждан, взять на работу твоя обязанность. То есть сам на себя ты работать не сможешь, как у нас все принято. ИП сделал, платишь какой-то налог, и все, и работаешь. Здесь этот номер не пройдет. Если словит тебя миграционная служба где-то, депортация. И сколько, Сереж, на сколько депортируют? Ну, если докажут, что ты здесь подрабатываешь где-то чем-то. Года 3 депортация. А куда нам ехать-то? Ну, мы этим и не занимаемся вообще. Поэтому здесь отдыхайте, либо работайте на дядю. Такова суровая реальность. Мы говорим честно, правда. Удаленка никто не запрещает. Ну, удаленка, конечно. Здесь все работают на удаленке. Все имеют практически 90% какой-то бизнес. Или в Украине, или в России, или в Белоруссии, в Казахстане. Удаленка. Мы тоже работаем на удаленке. Но наша удаленочка немножко хромает в последний месяц. Поэтому начали задаваться вопросом. Как здесь жить, как здесь работать. Ну, я думаю, что где-то еще хуже. Вообще, Турция не самая плохая страна для проживания. Все-таки остаются недорогие продукты. Сейчас коммуналка немножко подешевела свет. Это в прошлом месяце. Тут все, конечно, были в диком шоке, кому приходили в счета. По полторы тысячи лир, по две тысячи лир. Ну, возможно, и мы стали аккуратно. Ну, возможно, и мы стали аккуратно. Мы раньше об этом не задумывались, привыкли, знаете. В принципе, копеечное электричество. В Украине вот мы жили сколько лет. Как-то об этом не думали. У нас все всегда работало. И это копейки мы платили. Ну, и так по привычке здесь тоже. Кондиционеры, водонагреватели, духовки, посудомойки. Все работало. Сейчас начали задумываться. Это самое главное с шести до десяти. Да, самое главное, самый большой пик, который считается здесь по трехфазным счетчикам, это время с шести до десяти вечера. Старайтесь не включать ничего с шести до десяти. Ну, самых таких энергопотребляемых бытовых приборов. Самый дорогой тариф. Да, самый дорогой тариф. И в конце месяца вы посмотрите, насколько сократился ваш счет. Ну, как мы этот месяц вот так вот жили. И у нас в прошлый месяц было 900 лир. В этом месяце пришло 380. Я считаю, что это существенная разница. Так что, кому интересно, берите, пользуйтесь нашими советами. Все это мы на себе испытали. Не со слов кого-то, а сами испытали на себе. Так что... Ну, а тут впереди нежданчик делают. Ремонтируют дорогу, делают велосипедку нормальную. Сереж, налево, налево. Съезжай или можно уже по ней ехать. А, по ней уже можно ехать. Ребят, только я захотела хорошую дорожку, говорила об этом. И вот она. Пожалуйста. Наверное, надо так объехать. Там я точно не проеду. Давайте сейчас сюда попробую на эту заехать. Так, сейчас. Друзья... Ой, ой. Сейчас, извиняюсь. Вот это классная дорожка. Ровная. Сережа, моя мечта сбылась. Поехали. Класс, дорожечка. Ну, молодцы. Молодцы, ребята. Ровненькая. Всё. Ну, видите, как... Даже камера не трясётся. Ну, прямо от души... От... Душе от души, от души в душу. Душевно. Прямо спасибо. Потому что по этим, конечно... По этой... Старые дорожки немножко потряхивала. Нормально. Вот, видите, смотрите, как ровненько. Вот я еду. Она почти не трясётся. Вообще молодцы. Так, мы на площади Кейкубата. Приехали уже в самый центр. Стоим на переходе. Сейчас поедем... Перейдём дорогу на ту сторону. Что? А, зелёный. Поехали. Переезжаем. Через дорогу. Так, куда держим путь, Серёжа? Ну, сначала в магазинчик, да? Посмотрим удочки. Потом чем-нибудь погреемся. Я не думал, что я это скажу здесь. В марте. Алкашку? Какую алкашку, Серёжа? Ты что? Погреемся. Не-не, я греюсь с чаем, там, горячим кофе. Не, ну, знаю. Кто? Тут, конечно, фриков много всяких разных. Ну, не турецких фриков, я так понимаю, это приезжие. Такие необычные люди. О, мотополиция. Просто интересно наблюдать за людьми. Ведь убирают машину. Ну да, здесь они так ставят. То могут... Ну, здесь парковка это... Правильная парковка это не турецкий конёк. Ставят, где попало машины. На самом деле, мест не так много. Ага. Я хочу, Серёж, показать вечерние огни. Надо будет как-нибудь выбраться на великах и проехаться вечерние огни, показать города. Потому что дневной город и вечерний город, это две большие разницы, как говорят у нас в Одессе. А он совершенно другой, вечерний. Дневной он такой, как-то не сильно взрачный такой, а вечером он такой красивый. У кого заел? У меня? Светофор. А, здесь долгий светофор всегда. Так, поехали, ладно. Переходим очередную дорогу. Ну, кто переходит, кто переезжает. Поехали по маленьким улочкам, по тем. Здесь слишком много народу. Мы сейчас поедем вот туда, вот прямо, и повернем налево. Показываю вам. Трафик. Это, считайте, что его нету. Здесь, конечно, очень постоянные пробки, постоянные, много очень машин. Ну, я уже отвыкла от одесских пробок, уже для меня это пробки. А, давайте сюда едем, посмотрим курс. Они такие хитруны, не пишут. Заходишь, и они тебе говорят. Это в редких исключениях, когда написан курс. Сереж, подъедь к офису, к ченджу. Сейчас я посмотрю, подождите. Так. Подъезжаем. Да, а, вот, смотрите. Так, значит, 13,4 евро 15. Угу, чуть-чуть повысился. Десять дней назад был 12,5 и 14,5 евро. Ну, везде такая тенденция. Турция дружественная страна для всех. Мне нравятся турки. Всегда держат какой-то нейтралитет и стараются ни с кем никогда не ссориться. Даже если есть какие-то инциденты, всегда это дело быстренько нейтрализуется. Так, сейчас едем. Сереж, налево нам, налево. Куда ты поехал? Сюда. Не бойтесь, все нормально. Самой страшно. Так, повернулись сюда, поедем по параллельной улочке. Доедем. Доедем до наших удочек. Что, надо крутить головой? Крутить педали? Вертеть рулем? Смотри за камерой. Еще постараться не попасть под машину. Так что, трещит. Все, короче, надо ехать сейчас домой. Сережа будет мне делать ремонт. Вот этот магазин. Он находится прямо напротив мадам Куку. Мы там делали обзор. Вот магазин рыбарских снастей. Сейчас я возьму камеру и пойду поснимаем цены. Посмотрим, кому интересно. Сейчас. Да, трещит он по-сумасшедшему. Грохот? Грохот этого крыла. Крыла. От крыла грохот сумасшедший просто. Надо что-то, Сережа, с этим делать. Спасибо.